Я стараюсь набрать воду, чтобы в том случае, когда воды не будет, хотя бы пользоваться набранной водой. Светлана Кулакова живет в Тетюшах почти 40 лет, и последние 12 вот так переживает лето. В жару напор воды резко падает. Раз мы строим дома, раз мы сюда созываем молодежь, хотим, чтобы молодежь у нас здесь жила, чтобы у нас рождаемость была, так обеспечьте, пожалуйста, условия. Сегодня вода у жителей была, но 4 дня назад, в самый пик жары, без объявления и предупреждения, краны пересохли, уверяют тетюшцы. Сын инвалид первой группы. Приятница, когда вода закончилась, даже не могла вымыть его, помыть. Пришлось ведра набирать, струйкой тонкой. Не вымыться, не что-то сварить, воды нет. Вот с утра отключают, и только вода, подача воды 8 часов. В советское время у нас почти на каждой улице колодцы были. Вот нет воды, пожалуйста, колодцы набираешь. Сейчас все завалили. В прошлом году мы официальный запрос отправили в муниципалитет, нам пришла отписка. То, что отпускается по режиму вода, то, что перебоя с водой нет, ну, по факту, вода из крана не лилась. Этот фонтан в центральном парке Тетюш своего рода символ города. Вода здесь кругом, говорят жители. Рядом матушка Волга. Под землей тоже есть запасы, поэтому людям обидно вдвойне, что в краны она не поступает. В Тетюшском водоканале о проблеме знают, но ситуацию изменить не могут. Как говорит директор, задействованы все 17 скважин, но и этого сейчас не хватает. Резкой была жара, стали все экстренно поливать, и тем самым увеличился разбор воды. В зимнюю пору мы поднимаем, допустим, 1500-1300 кубов. На данный момент резко возросло поднятие и до 3500. Резерворы опустошились. Тем самым, чтобы увести от аварийности насоса, пришлось перейти на режимную подачу. Сейчас время подачи воды изменили. Отключают только на ночь. Правда, до жителей верхних этажей вода доходит не раньше 8 утра, когда многие уже ходят на работу. Глава Тетюшского района корнем проблемы считает чрезмерное потребление воды в садах и огородах. Вот шланг кидает, она течет. От этого же эффекта тоже нет. У всех превосадительные участки. Даже вот многоквартирный домах мы оставили, огородили, там все занимается. Мы этому очень рады. Но должно быть все равно экономия. Это у нас происходит, когда нет дождей. Особенно проходит это вот вторая половина июня какой-то год. Или там в июле, когда дождей нет. При этом, со слов Рамиса Софиулова, платят за воду далеко не все. Есть и незаконные подключения. В итоге утекает влаги почти на 3,5 тысячи кубов, а платежей поступает втрое меньше, на 800-900. Это можно кричать сколько угодно. Сегодняшний день мы даже в любой дом зайдем, а на вода есть. Да, есть ограничения определенное время. Потому что по-другому никак нельзя, потому что накопить надо. Сейчас Тетюшам нужны новые мощности. На стадии разработки сейчас сразу два проекта новых скважин. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Тетюшский район.